От колыбели до последних дней мы несем в душе единственный и неповторимый образ своей мамы. Она, как никто другой, все поймет, всегда пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. В праздничный день в администрации Первомайского района четырем удивительным женщинам вручают Орден Матери. Для них цветы, подарки и теплые слова. Для каждого из нас мама является самым близким, дорогим и святым человеком. Именно мама дает нам жизнь. Пока живы наши родители, мы все остаемся детьми, мы находимся все под материнской защитой. Для каждой матери ребенок является смыслом ее жизни. И, конечно же, мы должны платить таким же теплом, мы должны платить такой же заботой своим матерям. Среди награжденных – Олеси Чалопан. Пока многие ищут счастье, женщина свое уже нашла. Пять самых прекрасных детей дают ей повод радоваться каждому дню. Старший Никита сейчас далеко. Учится в Гомеле и мечтает стать хирургом. Катя получает образование в колледже. В планах девушки открыть бьюти-салон. Мама гордится своей умницей-дочкой и поддерживает все ее начинания. Четырехлетняя Даша – настоящий боец. Не дает в обиду ни себя, ни друзей. Двойняшки Юлечка и Иришка – еще совсем малышки. И только начинают познавать этот мир. С ними много хлопот, но еще больше радости. С самого-самого детства никогда не учила обманывать. Даже ни учителей, ни вообще никого. И как-то я Никите сказала, скажи вот так, вот так. А он такой, мама, ну нельзя. Наш папа работает на заводе биотехнологий. Он может их и переодеть. А для Даши это вообще, папа – это лучше мамы. Трепетная атмосфера в этот день царит и в ЗАГСе. Троим молодым матерям торжественно вручают свидетельства о рождении детей и памятные подарки от Белой Руси. В Бобруйске появились новые жители – Гордей, Доминик и Есения. С этим первым новым государственным документом маленький человек, новый человек, гражданин нашей страны, получает свои права. Это очень важно. Поэтому с удовольствием поздравляем всех мам сегодня в этот праздничный день. И хочется пожелать в этот день здоровья деткам, здоровья мамам. Пусть они будут счастливы, пусть они будут успешны. Семьи, родители и дети. Бобруйска Громаш оригинально поздравляет своих сотрудниц с Днем Матери. На автодроме 14 самых смелых и уверенных в себе женщин борются за звание Автоледи 2022. Дамы демонстрируют отличные знания ПДД и соревнуются в скоростной сборке пазла. Прекрасные гонщицы лихо закладывают виражи по пересеченной местности, показывая не только хорошую скорость, но и навыки маневрирования. Трасса вообще замечательная, эмоции были превосходные. Я когда первый газ сдала, первый раз, это было очень волнительно, потому что руль очень легкий. Было очень страшно, особенно там как гравийка, а не асфальт, к чему мы привыкли. Это вообще круто, особенно когда машину заносят. Поддержке материнства в Беларуси уделяется большое внимание. Трехлетний отпуск по уходу за ребенком, адресная социальная помощь и выплата пособий, о которых за рубежом могут только мечтать. Особый подход к многодетным. По программе «Семейный капитал» открыто уже более 118 тысяч депозитов, на улучшение жилищных условий, получение медуслуг и образования. Не случайно наша республика входит в 25 стран мира, где созданы благоприятные условия для родителей. Укрепление семьи в числе приоритетов государственной политики. Хочу поздравить свою маму Галину Владимировну Пронину с Днем Матери. Желаю ей счастья, большого здоровья, крепкого долголетия и, естественно, всех матерей города Бобруйска и Белоруссии. Мама, поздравляю тебя с Днем Матери. Желаю тебе всего самого хорошего, самого лучшего. Желаю, чтобы твои сыновья, мой брат Костя и я были самыми лучшими для тебя сыновьями на планете. Поздравляю всей души свою маму с Днем Матери. Хочу пожелать счастья, здоровья, чтобы она всегда была красивая и долго жила. И вообще всех мам с Днем Матери. Дорогая мама, я хочу тебя поздравить. Спасибо тебе за то, что ты родила меня и моего брата, и моих сестер. Я благодарю тебя за то, что ты есть у меня. Слава Богу за тебя. Я тебя очень сильно люблю и поздравляю тебя с этим праздником. Татьяна Горбач, Карина Гуревич, Максим Галеонко, Станислав Чичерин, Бобрыск-360.